Книга Шилы Баксимона Тагура написана на Бенгале, которая называется «Игры Махабраву». И вот те шлоки на Бенгале, которые Гурман Краш процитировал, они состоят из имён Махабраву. Но как в санскритском, так и в Бенгале, каждое слово имеет несколько значений и может указывать на разные вещи, разные явления. И только тот, кто в совершенстве знает, санскрит или Бенгали может извлекать разные значения из одних и тех же слов. То есть, что Вы упомянули, всё это происходит в одно и то же время. Пожалуйста, ещё вопросы. Можно, да? Есть право. Скажите, вот, пожалуйста, я слышал, что в помилости Гуру душа обретает Кришну. В помилости Кришны душа обретает Гуру. И одновременно с тем, что-то зависит ещё от Души, от Живы, чтобы она обрела Кришну. Вот как, насколько её усилия должны, то есть, вот, что ещё зависит от Души, чтобы она обретала Кришну? Не, ну, ну, по милости Гуру душа обретает Кришну. И что зависит от Дживы, чтобы обретать Кришну? Что нужно вообще, чтобы обретать Кришну. Что нужно? Что, в каком милости свыше? Она говорит, что по гуру греху, по гуру греху, по гуру греху, мы можем得нуть Кришну. И по гуру греху мы можем得нуть Хреху в груеху. Теперь оно всё такое, которая говорит, что это благословение. Продолжение следует... 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 Но в то же время определяющим фактором является сукрития. Наше сукритие приводит к нам, и оно приводит нас к истинному духовному учителю. Оно даёт нам возможность общаться со многими духовными личностями, то, что зовётся саду-санга. И в этой саду-санге мы находим нашего наставника, который приводит нас к нашей высшей цели. Мы можем совершать наше служение несовершенным образом. Мы совершим оскорбление, как бы упасть. Так вот, это зависит... То есть, милость Кришны, она есть. Духовный учитель есть. Но от нас требуется то же самое, что от Кришны. То есть, мы можем совершить оскорбление и упасть. Как его не совершить? То есть, значит, не только по милости, а ещё и... Продолжение следует... Я хочу сказать, что... Я являюсь маленький гур, маленький гур, маленький гур. Много гурсового гурса в этом мире. Но какой гурсовый 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 гурсовый, который будет пройти с его шикирти, и с этим шикирти будет признан к этому поводу, Существующий саду. И из-за того, он выбирает, кто мой гуру и кто не может. Он будет выбирать его с самым стороны. И если он будет гуру, то что он будет делать? Если он будет гуру, то он будет тест. Если он будет гуру или нет. И тест, если он будет гуру, то он будет гуру. Саду, гуру. Это лишь один. Когда вы получите мисленных классов, если вы не читали в классе, в чем вы понимаете, то когда вы получите мисленные классы, то это гуру. Но работа придет к вам, и это практическое действие придет к вам, и вы практичете. Если есть что-то плохое, то гуру корректирует вас, и тогда вы будете промоедлены в более высокой классе. Это очень легко понимать. Если вы получили, например, в первый класс школы, то от вас требуется открыть учебник, сидеть, читать его, делать домашние задания и так далее. Тогда вас приведут в следующий класс. Вот такое поступление в школу – это посвящение. И дальнейшие стадии этапа духовной жизни, они подобны вот этому переходу из класса в класс. То есть начиная от начальных стадий и заканчивая самым высшим. А насчет ошибок? То есть если совершишь ошибку, потеряешь милость, конечно. Ну хорошо, в общем вопрос. Как не быть уверенным в этом? То есть как бы, если милость дана-дана, мы несовершенны, и мы можем совершить оскорбление, и как бы, эта милость сводится на нее. Да, и что? То есть что мы делаем в этом положении? Что мы делаем сейчас? И также, если кто-то есть парам-гур, но он живет в Сибири. Что он может сделать? Что он может сделать? Это не вопрос, вообще. На самом деле это не вопрос. Продолжение следует... Мерсия? Но мы делаем оффенцией, и мы не сможем получить оскорбление. И вопрос, к сожалению. Но где находится проблема? Я хочу спросить, когда кришни, если мы положили условия, что он не совершенны, может совершить оскорбление, и в таком связи на нашу систему. Окей. Окей, ну... Окей. Окей, окей, вы понедельник. Он говорит, что все зависит от Кришны. Достижение Кришны идет только по милости Кришны или от нас что-то зависит? Ага, это еще одна вопрос. Нет, нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Учаеваемость от Кришны только по милости Кришны. Или по милости Кришны? Если мы можем зависеть от Мерси Кришны, то это очень хорошо для нас, потому что мы не получаем. И если мы пытаемся сделать это, то мы не можем сделать это. Но мы не будем делать это. Мы не будем делать это. Но, side-by-side, мы всегда будем ждать. Мы ждем, что Мерси Кришна может сделать меня полностью с консусом. Если у нас есть сознание того, что мы зависим лишь от милости Кришны, то это очень хорошее сознание, потому что мы несовершенны. И даже если мы пытаемся делать что-то совершенно, совершенным образом выкладываемся, ну, стараемся изо всех сил, то совершенных результатов мы не получаем. Но это упование на милость Кришны также подразумевает... То есть мы служим, мы не оставляем наших усилий, наших стараний в служении, и в то же время мы уповаем на Его милость, как на решающий фактор. Если я осуществляюсь о моей ситуации, я должен попытаться сделать себя как правильный, как возможно. Но, side-by-side, я должен быть защитным на Мерси, от того, что Мерси, от того, что Мерси, если я трезво оцениваю свою нынешнюю ситуацию, нынешнее, мое нынешнее положение, то я не могу не пытаться изо всех сил достичь совершенства. Но в то же время, я также изо всех сил буду пытаться обрести милость Кришну, уповать на Его милость. Когда мы хотим культиваться через те-вайл воду, то есть сколько я могу культиваться, может быть пять, потому что или так, но когда rain будет падать, то все будет и Мерси будет так, и холод и это дает нам много нынешнего и счастья и счастья. Если я пытаюсь добыть воду, скажем, роя колодец, то я, конечно, могу добыть какую-то воду, рано или поздно, но сколько будет той воды? Но если пойдет дождь, ливень, то просто потоки воды обрушатся на землю. Милость подобна этому дождю, этому ливню. Когда приходит милость, то как бы это наводнение, которое затопляется, и благодаря этой милости мы получаем неизмеримо больше, неизмеримо. Махарас, я чувствую его вопрос exactly как два философии. Один философии это как китин, как китин, и китин не ничего, но китин как китин. Ведик концепция тоже как fixing мухараш 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 ром, что только от его chunks самопредание есть ну как бы предание буквально говоря предание кошки и предание обезьяны вот например маленькая обезьянка она цепляется за свою маму обезьяну это ее несет куда-то тут требуется как бы усилия с ее стороны то есть она цепилась в нее и мама ее несет есть предание кошки когда кошка берет свои котят и несет куда-то вот так же как бы то есть возможно либо упование на милость выше абсолютно правами только на нее вот либо как бы также либо стремление с нашей стороны для совершения каких-то действий и гурмухараш говорит что как бы в нашем понимании есть в обе стороны то есть мы как мы как уповали на милость выше так и совершаем свои собственные усилия если будем убрать и на милость выше и все-таки что ну ладно и делать что-то то мы вполне совершим да вот там Если мы продолжаем в таком случае, если мы зависимы от благоприятностей, и делаем наши собственные усилия... Это необходимо, вы видите, почему все священные писания появились в этом мире. Когда вода нужна для культивации, я собираюсь собрать воду для моего культивации, devotional жизни. Когда я могу, например, с водой, я могу получить эту воду от того, что я буду культивировать мою преданность и практиковать, я буду получать от этого блага. Но, side by side, я всегда буду ждать от неба, что какой-то солнце придется, потому что мою культивацию, я буду уповать на милость свыше, то есть на этот ливень. Благодаря, ну скажем, если, например, мы посадили что-то, и мы можем как бы сами добывать где-то воду и поливать эти растения. Но когда придет ливень, то эти растения быстро дадут сход, и мы получим богато урожай. Благодаря милости я получу эту воду, которая мне так необходима. Но не прекращу практику. Ах. 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 Муха. Муха. И такое ноипсание. Муха сlookными CSS. Но здесь все 你、 подозрась. Ах. Вы понимаете? Конец. Какаяorer? às peanuts. Все чиселы сผมом que быстры. К приведиваемся. Ах. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует. Почему можно? Я. Разные стадии стружения будут важны и важны. Стружение физическое, стружение, выполнение составлений. В какой числе на них, в каких из них более важных стружений или как? Иногда мы не можем прочитывать там. А где-то там составление было. Какое стружение было, такое важное, или как там? Или оба они у нас? Вам и важно. Вани и Вапу. Вани и Вапу. Вани и Вапу. Буримаш, there are two kinds of service to Guru Dev. Вани и Вапу. So, what is more important than Вапу? Or maybe both are very important. Вапу means body, and Вани means his directive, direction. Вапу means body. Вапу буквально означает тело. Вани это служение его наставление. Then his direction is most essential. And sometimes we can serve him as appropriate service I can give to him. Вапу. There is some limit. Вапу service, service to the Vapu, there is some limit. But service to the Vani, there is no limit. Unlimited we can do. And I can keep faith. Never he will tell wrong to me. This is answer. Таково ответ. Таково ответ. Всем спасибо. Thanks. Продолжение следует...